Один из самых популярных продуктов в мире – это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивительно, что у него и есть свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 году по имени Ацетиве Международного союза пекарей и пекарей кондитеров. С давних времен хлеб считается символом достатка в семье и благополучии в доме. Хлеб – один из старейших продуктов, который научился готовить человек. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу, к своему кремельцу. Ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. Ведь недаром для него существует столько поговорок. Хлеб всему голова, без соли и без хлеба половина обеда, без хлеба и медом сыт не будешь. Предлагаем отправиться в виртуальное путешествие в страну Белоруссию. Белорусы считают свой хлеб самым лучшим. Их хлеб гости часто везут домой в качестве сувенира. И это неудивительно, ведь Белоруссия – одна из немногих стран мира, сохранившая древние традиции хлебопечения. И черный хлеб по праву там так популярен, ведь именно он замешан во многих традициях и обычаях этой страны. На протяжении многих веков основным продуктом питания у белорусов был ржаной хлеб. Им начинался и заканчивался завтрак, обед и ужин. Он сопровождал крестьянина в поле. С хлебом и солью встречали и провожали дорогих гостей. С ним шли в сваты, играли свадьбу, проведывали роженицу. Хлеб в доме – хозяин, на работе – друг, в дороге – товарищ, говорят о нем белорусы. С младенчества у белорусов воспитывали уважение и любовь к хлебу, как к самому главному богатству. Даже во время драки между собой мальчишки откладывали хлеб в сторону и только выяснив отношение, брали его снова и доедали. С ним связан ряд народных примет и поверьй. Считалось большим грехом бросить на пол крошку хлеба. Если же случайно бывало, что падал кусок, то его поднимали и целовали перед тем, как положить в рот. Крошить хлеб строго запрещалось. Тот, кто это сделает, больше никогда не будет иметь хлеба. По хлебу предсказывали судьбу членов семьи. Если буханка в печи развалится на две половинки, то это не к добру. В том же году умрет хозяин или хозяйка. Если в мягче случится вертикальная трещина, это привлекает близкий разлад семье. А если горизонтальная, то дочь пойдет замуж или сын женится. При выпечке хлеба на первой сделанной из теста булки рукой делали крест и ели эту булку всегда последней. Нежелательно было начинать новую буханку хлеба вечером, ведь считалось, что в таком случае пропадет богатство. Согласно народному обычаю, нельзя было целый хлеб ломать руками, а необходимо было его перекрестить и резать ножом, ибо Бог покорает и оставит без хлеба. Люди, прилонившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. Верили, что если обнести хлебом вокруг здания, которое горит, то огонь не будет дальше распространяться. У каждой хозяйки был свой рецепт и свой ритуал приготовления хлеба. Соль в хлеб белоруса долгое время не клали, она была дорогой. Мука использовалась преимущественно ржаная и гречневая, иногда добавлялась пшеничная. Хлеб из пшеничной муки без примесей назывался пирогой. Его могли себе позволить только зажиточные люди. Также в зажиточных семьях пекли ситный хлеб из ржаной муки, просеянной на сите. Такая мука была очень мягкой и чистой, потому что в отличие от решета, натягивалась сетка с маленькими дырочками, а хлеб воздушный и нежный. Чаще всего его выпекали в праздничные дни. Сохранилось такое крылатое выражение «Друг мой ситный». Это иронично-шутливо непринужденное обращение к приятелю. Есть такой хлеб считалось удовольствием, поэтому и ситный друг изначально – это человек, при общении с которым испытываешь удовольствие. Среди белорусской знати пекли мартовский хлеб из молотого ржаного солода. Это намоченные и прирощенные семена злаков. Готовили такое тесто почти 5 дней. На пятый день в бочку добавляли апельсиновую центру, перец, гвоздику и имбирь. Туда сыпали просеянную наполовину солодово-ржаную муку и замешивали густое тесто, влив в него стакан спирта и меда. Тщательно вымесив тесто, его накрывали, чтобы подошло, а потом пекли обычные булки, макая руки в пиво, подогретые с медом. Этой же смесью смазывали верх булки. После выпечки мартовский хлеб накрывали скотеркой, смоченной в воде, чтобы корка не тердела. Крестьяне, но не всегда приходилось употреблять чистый хлеб, который пекли только из муки без примесей. Часто не урожая, стихийное бедствие, бедность вынуждали использовать в пищу различные его суррогаты. Например, градовый хлеб или градовка выпекался из непросеянной ржаной муки. Когда жито совсем не просеивалось, а только после молодьбы выбрасывалась мелкая солома, пустые колосьи и мусор, то мука из такой ржи шла на приготовление пушного хлеба. Его еще называли пушнина – пушок. О нем говорили «Кто есть хлеб с пушком, тот не ходит с мешком, а кто с собой хлеб носит, тот хлеба ни у кого не просит». Половый хлеб или половушка выпекался из двух частей, одно из которых было ожито, а второе – ячмень, овес, гречка, пшеница, взятые в отдельности или смешанные в определенных долях. Такой хлеб, по свидетельству местных жителей, быстро приедался. В годы плохого урожая зерновых выпекался картофельный хлеб из ржаной муки и толченой или нашинкованной на терке сырой очищенной картошки. Если он был свежий, то отличался хорошими вкусовыми качествами и ели его с удовольствием. Однако картофельный хлеб очень быстро черствел и терял свой вкус. Наиболее часто применялся в бедняцких семьях весной и особенно в голодные неурожайные годы мекинный хлеб. Для выпечки мекинного хлеба за основу бралась ржаная пшеничная овсяная гречневая полова или мекина – отброс, получающийся при молодьбе хозяйственных растений. И только как связующее вещество была в нем мука. Это о таком хлебе говорили. С мекиной легко ходить, да трудно ноги волочить. Бывали случаи, что и такого хлеба не хватало. Тогда пекли хлеб из щавеля, желудей, лебеды, акации, мерзлых картошки, коры деревьев и прочего. С давних времен приготовление хлеба было привилегией женской половины семьи. Женщина, которая пекла хлеб, пользовалась уважением родных, соседей, односельчан. В деревне всегда знали – у кого из хозяек получался хороший вкусный хлеб. Выпекали хлеб обычно раз в неделю. Однако это в большей степени зависело от количества членов семьи. В больших семьях пекли чаще, в малых – значительно реже. Поэтому их членам часто приходилось кушать хлеб черством. Но по свидетельствам никто такого хлеб не выбрасывал и даже не отдавал домашнему скоту. Чаще всего из него делали хлебный квас. Разводили тесто на теплой воде вечером в специальном сосуде, который почти повсеместно в Беларуси назывался дежа. Считалось, что такая дежа лучше сохраняет закваску. Она всегда имела крышку века и представляла собой сосуд цилиндрической формы, немного суженный вверху. Дежа могла вместить от 12 до 25 килограммов теста. С ней у беларусов было связано много поверьей и обрядов. Она стояла обычно на самом почетном месте в доме, в красном углу – кут или кутник, на перекрытии лавок. Новую, только что сделанную катку, необходимо было задобрить. Ради этого его ставили на сутки рядом со старой на одну подстилку и под одной крышкой. Эту хлебную посуду нельзя было заимствовать и переносить в другую хату. Ведь, согласно поверью, она могла обидеться и давать плохой хлеб. Ее никогда не применяли для других хозяйственных целей. Она играла важную роль в свадебной обрядности. На ней осуществлялся обряд посада молодых. Чтобы получился хороший хлеб, печь топили березовыми дровами, тщательно выметали помелом. Далее брали кусок теста для одной порции, приглаживали его руками, придавая овальную или круглую форму. Пекли хлеб на поде печи, отсюда подовый хлеб, который выпекали на полу печи, иначе именуемым как под. В 19-м начале 20-го века еще не пользовались жестяными формами. Тесто клали на деревянную лопату, которую посыпали мукой или застилали листьями капусты, клёна, дуба, хрена, айира. Существовало поверье, что как только хлеб посадят в печь и закроют ее заслонкой, то никого нельзя пускать в дом, ибо хлеб осядет и потрескается. Во время посадки хлеба в печь нельзя было кому-либо из членов семьи находиться на печи, а во время выпечки нежелательно было шуметь и громко разговаривать. Без надобности ходить по дому, натачивать нож или топор. Хлеб находился в печи 1-2 часа. Готовность его проверяли различными способами. Клали на руку и стучали. Если подпрыгнет, то готов. Готовый хлеб звенит и звучит. Если пар с хлебом ровно шел вверх, значит испекся. Протыкали ножом или деревянной палочкой. Если тесто не приставало, то испекся. Прикасались носом к булке. Если сильно печет, значит еще сырой. Вынимали хлеб из печи также лопатой. Клали на лавку или скамью, засланную полотенцами. Очищали от листьев верхнюю корку, смачивали водой, чтобы она была мягкой. Сверху хлеб также покрывали полотенцем. Запрещалось класть хлеб верхней коркой вниз. Ведь считалось, что в таком случае хлеба будут полеглыми, а колосья будут на земле. Кроме названия булка, применялись бахан, баханка, буханка, буката, букатка, булката, кулиджа, каврига, калач, каравай и другие. Из остатков теста, которые соскребались со стенок и дна катки, выпекали поскребыш, который всегда был большим лакомством для детей. Во время обеда хлеб резал сам хозяин, тем самым подчеркивая важность и значимость этого продукта. Резали его ломтями, ломтиками, кусками, кусочками. Было принято, чтобы весь порезанный хлеб съедался. Если же бывало он оставался, его сушили на сухари и готовили вкусный хлебный квас. Кроме хлеба, из того же теста, замешанного и подошедшего, делали лапуны, сочни, лепни. Лапуны представляли собой куски чуть подсоленного теста, которые раскатывали по величине сковороды и пекли в печи. Их обычно пекли в том случае, если не хватало испеченного раньше хлеба, либо в дорогу, на сенокос, смазывали их салом или маслом. На лапуны были похожи сочни, выпекаемые более тонкими. Если же сочни пекли с припеком, а это значит, намазывали сверху тонким слоем жидкого творога, сметаны или толченой картошки с маслом, или в пост с молоком, то назывались они лепни. С чуть укисшего теста готовили ндрачены, оладьи. Если к тесту, с которого пекли ндрачены и оладьи, добавляли кровь свежезабитого животного, то получались кровянки. Хлеб, который специально выпекали к какому-либо торжеству, назывался караваем. Наиболее известен в Беларуси свадебный каравай. Его готовили специально приглашенные родителями молодых женщины-каравайщицы. В процессе готовки, украшения, выпекания пелись песни молодыми девушками, готовились дрова, печь и необходимые устройства с женатыми мужчинами. А сажать каравай в печь приглашался молодой парень, женатый, желательно кудрявый. Считалось, что чем больше будет людей, шума, веселья и шуток, тем лучше удастся каравай, а вместе с тем и будущая жизнь молодых. Существовали и определенные правила выпекания каравая. Дрова брали из трех дворов и трех различных пород деревьев, которые считались в данной местности счастливыми. Воду из трех источников, масло от коров первого отела, мед от бешеных пчел, муку трех сортов из сырого зерна или сушеных не в печи. Помело, лопата, дежа, вилки и другие приспособления использовали новые. Месили каравай не кулаками, как обычный хлеб, а ладонями. Это делалось ради того, чтобы будущий муж не поднимал руку на жену. Тесто с дежа брала главная каравайщица за один прием и клала на лопату. Помазав каравай медом и посыпав сыром, садили в печь. Молодые девушки в то время старались стремительно выкатить дежу на улицу, чтобы быстрее выйти замуж, а парни мешали им. Каравай имел форму круглой булки и мог достигать 20 килограммов и до полутора метров в диаметре, ибо был воплощением достатка и богатства. На сватбе делили каравай согласно выработанным веками ритуалам. Делал это старший сват. Середину отдавал молодым, низ – музыкантам, а остальную часть – родным и всем присутствующим. За полученную часть каравая каждый из присутствующих чем-нибудь одаривал молодых. Некоторые элементы этого обряда в том или ином виде сохранились до нашего времени. А сейчас мы расскажем о популярных видах хлеба выпечки в Белоруссии. Хлеб нарочанский – один из самых вкусных современных сортов. Впервые в Минске этот хлеб стали выпекать в 1986 году партиями по 100 буханок в сутки. За нарочанским стояли очереди, поэтому в скором времени этот хлеб назвали валютным. Этот вид хлеба пекут из ржаной и пшеничной муки, добавляя ржаной солод, паток, утмин и картофельное пюре. Он не черствует в течение пяти суток. Это единственный хлеб, который попадает в продажу в разные города Белоруссии. Своё название хлеб получил в честь крупнейшего озера Белоруссии – Нарочи. Хлеб альгерт. Хлеб, названный в честь великого князя литовского, состоит из пшеничной и ржаной муки. По цвету мякиша он светлее нарочанского. В составе изделия присутствуют кунжут, семена подсолнечника, мёд, пшеничные отруби. Пекут его в Витебске, а любят есть по всей стране. Булочки-бузьки. Праздничные булочки в форме птичек. Традиционно выпекают на Благовещенье. Для приготовления таких птичек тесто делают самое простое – только мука, вода и соль. Пернат их раскладывают в округи, чтобы они привлекали птиц, которые на своих крыльях несут весну. Драчены – древнее мучное блюдо Белоруссии, напоминающее омлет. Для выпечки драчены использовали квас или сыворотку, разбавляли молоком и подсыпали муку. Полученное тесто занимало промежуточное положение между хлебным и блинным. На сковороду его наливали ложкой. Сверху испеченную драцену мазали маслом, салом, а в пост – медом. В человеке хлеб – вечные спутники. Для многих народов хлеб олицетворяет собой жизнь. Хлебороб пашет землю, земля дает силу колосьям, из которых получается зерно для хлеба. Хлеб, в свою очередь, дает силу людям. Этот круговорот в природе повторяется из года в год на протяжении тысячелетий. С праздником всех, кто ест хлеб и кто вкладывает силы и души в его создание! Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok